Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня будет закупка продуктов в ленте. У меня сейчас уже вторую неделю болеют дети. Вообще у нас и муж у меня болел, и мама болела. Одна я только. Ну, пару дней я себя плохо чувствовала, и все. И надеюсь, больше не заболею, но я сижу на таких антивирусных, которые для профилактики заболеваний. В общем, сейчас у меня болеет младший, старший пока на больничном до пятницы. В общем, я в магазин не ездила, и у нас закончилось все. Просто все. У меня нет стирального порошка. У меня остался только один жидкий такой порошок, знаете, для стирки, шерсти и шелка. И все. Кондиционеров там чуть-чуть у меня осталось. В общем, нет ничего. Нечем даже кормить собак. Из фруктов одно яблочко. В общем, я сейчас пойду затарюсь прям по-жесткому. Вот. И, кстати, хочу сказать спасибо девочкам, которые мне писали. И там несколько девушек мне писали по поводу пуховика вот этого моего. Я говорила, что так как я его стираю и не отдаю в химчистку, а он у меня на пуху, пух перо там, по-моему, то он меня перестал греть. И одна девушка мне посоветовала побить палкой мой пуховик. То есть постирать, высушить и побить его. Я так и сделала. Я положила его на кровать, взяла палку от швабры и так легонечко постучала. И вы знаете, он прям даже объем не стал. Он стал больше и лучше греть. Сейчас на улице минус три. И он, кстати, очень классно вот прям греет. Прям на удивление. С учетом того, что у меня там тоненькая кофточка одета. Так что спасибо вам огромное. А кто не знал о таком маленьком лайфхаке, то я вам говорю, что побейте свой пуховик палкой. Он опять станет таким же. Единственное, что у меня все равно там пуха осталось не так много, как было. То есть он был более такой объемный, когда я его покупала. И немножко лезет. То есть он внутри, если я одеваю темную какую-то кофту, я снимаю. Потом маленькие такие перышки остаются на кофте. Но ничего страшного. Я решила этот пуховик не выбрасывать. Я решила в нем ездить в ленту. Уже убить его окончательно, чтобы не жалко было выбросить. Потому что мне он очень-очень сильно нравится. Вот. Так что вот так. Так что я сейчас побегу в ленту. Быстренько-быстренько. В самой ленте, наверное, снимать не буду. Потому что надо бегом. Так как детки дома болеют. И, в общем, потом вам уже дома покажу все, что я сейчас закупила. Но сразу говорю, что закупка у меня будет очень большая. И вот такая огромная закупка у меня получается. Купила всего. Давайте начну отсюда. Здесь у меня капуста. лук, репчатый, картошка и чуть-чуть морковки я купила. Буквально вот совсем чуть-чуть. Дальше прошлась по фруктам. Значит, всего тоже, ну так, в принципе, понемножку взяла. Взяла виноград вот такой красный. Но у него еще тут на фрукты скидки. Так что цене немножко не то. Два лимончика. Они по 25 рублей были за штучку. Помидоры. Это помело или помело. Как его правильно называть? Помело. Помело? Вот сынок мне поправляет помело одно. Любит у меня муж и сын старший бананчики. Потом яблоки красные вот такие взяла. Два грейпфрукта. Я их кладу в чай. Завариваю, когда как лимон кладете, так же я кладу этот грейпфрут. Потом здесь у меня мандарины. Огурцы. Еще зеленые яблочки. И груши. Конференс. Так как все у меня болеют, то у фруктов, конечно, я набрала. Дальше у меня молоко. Два кусочка сыра у меня сынок любит. Вот какую-то радость вкуса взяла. И да, российский вот такой кусочек. Дальше очень люблю вот это масло. Очень вкусное оно в вкусноте. Всегда его покупаю вот такую большую. Разрезаю пополам. Половинку в масленку, половинку в морозильник. Дальше купила вот такую творожную массу с изюмом. Купила две штучки. Не знаю, может сама съем, может мама. Еще вот такой творог. Он был вроде со скидкой там, поэтому взяла на сырники. Такой вкусный тортик полярный. У меня все любят. Дальше сметанка десятипроцентная, простоквашина. Вот такое овсяное печенье тоже у меня детки любят. Дальше колбаса. И вот такая... Это у нас что? Сыр плавленый с окороком. Очень меня любят муж и мама вот этот сыр. Вот именно вот эта андронова лавка. Очень вкусная. Я прям советую попробовать. Прям он такой, даже иногда я могу съесть. Хотя я вот такой сыр не люблю. Ну как, копченый, да, вот этот вот. Дальше купила вот такие, что это, йогурты из Слобода. С клубникой. Потом тут с апельсинкой, что ли. Да, с апельсином. С черникой и с вишней. Так, дальше соки купила гранатовый. Тропический микс, гранатовый, два яблочных. Это у меня младший, очень любит пить. У меня младший ребенок не пьет компоты, только старший. Поэтому я приобретаю столько соков. Сейчас он болеет, поэтому я даже не буду заставлять его пить компот. Поэтому купила ему соки. Дальше две упаковки куриных грудок. Это на наггетсы детям. Сосиски. Куда без них. Дальше купила вот такую куриную печень. И вот такую свиную корейку. Мама мне так нарезать. Либо запекаем, либо нарезаем, обжариваем. Ну, в общем, любим. Дальше здесь вот у меня для собаки. С собаке мы варим каши, потому что от сухого корма, ну, по крайней мере, когда она была маленькая, она сухой корм стрыгивала, поэтому она у нас съест каши. Это у нас говяжьи косточки. На них мама варит бульон. И вот это свиные шкурки. Тоже мама их мелко нарезает и немножечко добавляет к каше. Так, дальше здесь у меня, в общем, всякие вкусняшки здесь. Вот такие питы купила. Я их вот так внутри разрезаю. Кладу туда лист салата, помидорчик, огурчик, там колбаску, сыр. Мужу могу с мясом сделать. В общем, такой бутерброд делаю, можно так сказать. Детки у меня, кстати, очень-очень любят. А дальше здесь у меня фундук с шоколадной глазурью. Это у меня любят дети. Орех пекан. Я его очень люблю. Вот такие, такую смесь орехи и сухофрукты тоже у меня дети любят. Дальше хлебушек. Вот такой половинка взяла. Половинка. Какой у нас? Ржаной, да, хлебушек. Да, ржаной хлебушек. Дальше сухарики. Сушки. Маленькие вот такие деткам нравятся у меня. Вот еще миндаль в шоколаде я взяла. Шоколадная глазурь. Семечки. Кстати, одно время в Ленте пропали вот эти семечки бабкины. Они мне очень нравятся. Они самые вкусные из всех семечек вот эти. И сейчас появились только вот такие в маленьких упаковках. Но я взяла одну. Дальше вот такой хлеб. Кстати, я его очень люблю. Вот этот вот деревенский молочный хлеб. Он очень-очень вкусный. И также любимый хлеб. У нас любит его вся семья. Это вот такой овощной микс с тыквой и яблоками. Видите, здесь меньше муки, либо больше овощей. Но он очень-очень вкусный. Есть еще какой-то второй вкус. Я уже не помню какой. Но вот это прям вкуснятина. Но он не дешевый. Я по скидкам его всегда покупаю. И также вот такой хлеб тоже от марки Фазер. И это марка Фазер. Но больше кроме Фазер никто не делает вот такой хлеб. По крайней мере, я не видела, чтобы прямо с овощами было. И вот такой с морковкой от Руби Микс. Вот семена, злаки и овощи. И такой тоже очень вкусный хлеб. Дальше купила вот такой салат хрустящий. Вот такой хрустящий салат я очень сильно люблю. Он стоит дороже обычного такого листового. Ну, что-то листовой там 29 рублей. Этот может быть рублей 50 стоит упаковка. Но он очень-очень вкусный. Вот как раз взяла для того, чтобы впиту вот в эту положить. И получается так хрустящий. Очень вкусный. Взяла лучок еще. Хотела взять укроп. Но укроп весь такой пожухлый был уже. То есть, либо старый, либо померзший. Дальше здесь у меня... Что у меня тут? Ботовая химия всякая. Котам купила вот такой Феликс. И вот такой Вискос. Только не надо мне писать, что я дрянью кормлю котов. Вот они у меня привыкли это есть с детства. Я не знаю. Еще когда котятами мы их брали, их хозяйка кормила вот этим всем. Ничего другого не едят. Поэтому покупаю. Купила вот такую соль. Я ее люблю, потому что она мелкая. Я уже говорила, что я ее и деткам добавляю в ванную. И сама ей как скраб делаю. Как соляной такой скраб. Вот видите, она такая... Прямо меленькая-меленькая. Вообще я бы взяла бы натуральную. Но без добавок. Но без добавок не было мелкой соли. Поэтому взяла такую. Дальше взяла на пробу вот такой кондиционер для белья. От марки Лента. На него, кстати, была скидка. Попробую. Здесь у меня гель для душа. Вот такой фа. Кстати, очень вкусно. Он пахнет. Прямо очень такими цветочками сладковатыми. Мне очень понравился. И мужу взяла вот такой. Вот тоже мне понравилось, как пахнет. Можжевельник и экстракт папоротников. Тоже очень вкусно пахнет. Такой прям... Не знаю, очень-очень вкусно. В общем. Дальше взяла вот такую ласку для белого. Для белых рубашек, чтобы стирать. Свой любимый кондиционер, который стоит 30 рублей. Я его очень люблю. Не знаю, мне нравится. Всегда покупаю. Ничем не хуже Ленора. И вот такое тоже средство для стирки черных тканей. Мне очень нравятся вот эти лентовские средства. Жидкие... Ну, как жидкие порошки. Они очень концентрированные. Надолго вот этой баночки хватает. Не знаю, хорошо отстирывают. Все. Ну, мне нравится. Не хуже ласки ничем. Дальше вот такие салфетки. Всегда беру. Мне кажется, самое нормальное соотношение цены и качества. Вот такие салфетки. Я тоже лентовские люблю. Но раньше они делали с такой крышечкой. Сейчас почему-то с крышечкой нету. Это очень-очень плохо. Вот взяла две упаковки. Порошок Доси. На самом деле, порошки беру вот любые абсолютно. Я не вижу в них никакой разницы. Но Доси, кстати, мне нравятся кондиционеры для белья от Доси. Но они очень редко бывают в Ленте, по крайней мере. Бритвы взяла. Ну, как себе и мужу. И еще дали вот такой журнальчик. И вот такой вот огроменный у меня чек. Все вот это вот добро мое вышло у меня на 9720. Но 9720 это потому, что рыба... Я, кстати, говорила, да, про рыбу? Нет, мне кажется, я не сказала. Я купила вот такую рыбину. Это лосось. И стоимость ее 2,441. И здесь... Сейчас скажу. Здесь 3 килограмма. Видите, 3. Ну, очень она мне... Очень мне захотелось рыбки. И я никогда не покупаю рыбу стейками, потому что не рекомендуют ее. То есть, там девушка-продавец, такая женщина очень хорошая. Я когда у нее спрашивала, стоит ли стоит стейк брать, она говорит, купите лучше большую рыбу, нарежьте, заморозьте. И она будет намного лучше, чем если покупать стейками. Поэтому я всегда беру большую рыбину. Вот. И мы ее часть нарежем на стейки. И часть мама будет засаливать. Так что следующее видео будет как раз с этой рыбой, как мама ее обрабатывает и засаливает. И вот такой огромный чек. Я не знаю, интересно по ценам или нет, но я так приближу. Если кому надо, нажмите на стоп. Нажмите на паузу. И посмотрите по ценам. Вот такие вот. Вот такие вот цены. Вот на 9,720. Ну, я в принципе такая ожидала. На самом деле, если не рыба, то в принципе достаточно неплохая цена. Но я не могу. Я любитель рыбы. И я когда ее увидела, у меня прям слюни потекли. Поэтому я решила, что она лежала такая бедненькая, несчастненькая. Но я решила, что она будет моей. Вот. Так что вот такая вот у меня была закупка. Надеюсь, вам такое видео понравилось. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю. Целую. И пока-пока.